Думаю обо всём, и как бы, как это всё сделать. Вот, и в общем, я не знаю, ну чего ты расстраиваешься? Сейчас я тебе помогу. Вот что любит твой братец Дэнс? Ну, морковку. А ещё что любит? Морковку. Ну давай, мы ему подарим большой морковный торт. О, хорошо. Ну, на самом деле, я ему уже заготовил небольшой подарочек, и очень-очень, кстати, интересный. Вот. А какой ты ему подарок заготовил? Я приготовила ему вот такую морковку. Ну, Бэмс, ну ты чего? Морковку вы друг другу каждый день дарите, а тут нужно что-то особенное. А вот тебе что дарят вообще? Ой, что мне только не дарили. Вот смотри, мне подарили ленточку. Почти в цвет попали, но розовая мне тоже нравится. Ещё мне подарили водяной пистолетик. Ух-ух. Ещё мне дарили игрушки. Смотри, вот какая красивая у меня игрушка. Лягушечка есть. Ещё мне дарили бусы, цветы. Ой, столько всего. Много мне дарили? Ну, пожалуйста. Ну, пускай дарят нам всякие и цветы, и игрушки, и бусы. Вот. Бэмс, ну не расстраивайся. А хочешь, я пойду поищу что-нибудь для твоего братца? Давай. Хорошо, я поищу, а ты будь здесь. Хорошо. Я быстренько. Ой, милочка. Ой, милочка. Ну что, нашла что-нибудь, Валентинка? Нет. А ты? Нет. Ничего. Может быть, ты что-то взял? Нет. Ничего. Совсем ничего не нашёл. Совсем? Совсем ничего не нашёл. Ну, хорошо. А знаешь, Том? Нет. Давай, я прочитаю тебе сказку. Про... Аленький цветочек. Вот сейчас, пойду только за книжечкой. Маленький цветочек. Ну, ладно. Маленький цветочек. Причём здесь аленький цветочек? Ничего не понимаю. Ладно. Кто взял чужую вещь? Я всё вижу. Это не я. Тебя нашлю на того лоришку. Проклятие. Заверу в свои темницы. Да не вымешу. Нет, нет. Я ничего не брал. Я ничего не брал. Не брал, не брал, не брал. Это не я. Ой. Бенс. А чего ты тут? Да, ничего. Я тут просто... Кто-то приходил. Такой странный. Ну, не важно. Не важно. А кто приходил? Ведь не важно. Ну, ладно. Не важно, так не важно. Так что, начнём читать сказку? Да, давай. Хорошо. Давай почитаем сказку. Ребятишки, а вы готовы послушать сказку? Ой, как-то тихо вы ответили. Вы точно готовы? Да. Какие большие молодцы. Тогда сказку нам нужно запустить. А для этого давайте все вместе похлопаем наши ладошки. Громче, громче, громче. Неудобненько. Начинаем. Давным-давно один купец отправился в далёкие земли и перед тем, как отплыть, решил дочери дочерей своих собрать. Трёх красивых девиц собрал он и спросил, кому какой подарочек привезти. Старшая говорит, привези мне, батенька, золотой венец в изумрудах, молвила она. А мне зеркальце серебряное, чтоб краса моя девичья не увидала, сказала средняя. А что же, младченькая, ты хочешь, спросил её купец, чего ты желаешь? Аленький цветочек, ответила девушка. Рассмеялись сёстры. А купец отправился в плаванье. Ой, Бэм, а ты, кстати, знаешь, как выглядит аленький цветочек? Нет. Ну, наверное, это цветочек, и он аленький. А как ты думаешь, бывает такой цветочек? Не знаю, я видел только ромашки. Ребятишки, а какие вы цветы знаете? Какие? Мак. Ещё какой? Какой цветок знаешь? Мак. Солнык. Мак, да. Подождите, Мак, это же то, что в булочке. Розы. Мак, а цветочек есть, он тоже красненький. Розы есть, всё верно. Какие ещё цветочки знаете? Колокольчик, какой красивый цветочек ты назвал. А ещё кто такие цветочки знает? Ромашка. Ромашка. Астра. Астра, ничего себе. А ты, красавица, какой цветочек знаешь? Чёрт, пап, ты тоже тюльпан хотела, скажи? Розочка. Ой, и тюльпан, и роза, какие все большие молодцы. Давайте похлопаем друг друга. Васильки! И Василькина! Ну что ж, тогда продолжаем. А, продолжаем. Плава не случился. Большой шторм. И корабль купца чуть на дно не пошёл. Он приплыл к неизвестным берегам, а там вроде и замок стоит, но людей в нём нет. Животные резвятся. Но всё проросло травой. Продил он поместо этому, как вдруг видит этот самый аленький цветочек. А давай мы этот момент разыграем. Ты же не знаешь, какой видит аленький цветочек? Нет. Ребят, и вы, наверное, тоже не знаете, как выглядит аленький цветочек? Нет? Ну, наверное, у него есть листики, и у него есть серединка, как у всех цветов. И лепесточки есть. Всё верно. О, мне кажется, что-то было. Давай тогда приноси. Вот, вот это, вот это, вот, вот. Ну вот, брата, цветочек разобранный. Тогда его нужно собрать. И ребята тебе в этом помогут. А я буду купцом. Как только я буду на вас поворачиваться, я буду вас замечать. Цветочек вы только должны тихо от меня в тайне собирать. А то придётся всё заново начать. Хорошо, понял. Так, раздаю, купец, иди погуляй. Хорошо, пойдём погуляем. Там, где-то белочка прыгала. Ура! 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 Так, теперь ваша задача аккуратно по одному. На кого я показываю, тот тихонечко пробирается и должен прилепить к серединке. Цветочек. О, лепесточек. Хорошо? Хорошо. Вот так, купец гуляет? А мы тут просто тоже прогуливаемся. Ну хорошо. Гуляйте, гуляйте. Погода хорошая, да, ребята, верно? Погода действительно хорошая. Ну ладно. Я ещё пойду погуляю. Опа! Ну ладно, ладно. А что вы делаете? А мы тоже гуляем. Что, не видела, что ли, кролика и по ребенку, как гуляют? Ну ладно, гуляйте. Гуляйте, гуляйте. Подмешали, подмешали, скринь, скринь. Так. Не будем, не будем. Быстро не срываемся. Так. Так. Продолжение следует... 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 Давай. Только надо кролику развернуться. Разворачивайся. Ну что, попробуем? Пробегаем. Оп, 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 оп. Дари. Дари игрушку. Игрушку дари. Я готов. Спасибо. Молодец. Присаживайся. Вот так. А теперь мне подарите клоуна. Клоуна? Хорошо, подарим клоуна. Готовьте, прыгайте. Прыгай. Ой, вы спрыгиваете, Мишка? Молодец. Ну отстаньте, нулычку. Давай, красавица. Игрушка. А теперь, а теперь, а теперь, а теперь, а Мишку, Мишка, для Бабы. Держи Мишку. Давай, с Мишечем. Попрыгали. Так, так, так. Давай. Терпула ручку, помогай. Так, и мелочко. Забраться надо в мешочек, вот сюда, заберись. У меня много подарков. Ленточка. Попыкачи. Оп, оп. Оп, опа. Оп. Ленточка. Так, опа. Ура! А все, подарки уже все подарили. Но вы не расстраивайтесь, ребята. Ребята, у нас еще будет много впереди Игорь. Давайте похлопаем друг другу. Вы все большие молодцы. Оказывается, не такой уж и плохой, но чудовида. Конечно. Девушка, а вы любите? Пускай пока тут поливай. Он очень даже добрый. И полюбил он дочку купца. Но боялся ей на глаза показаться. Потому что был очень страшный. Вот. А вот, что было дальше. Смолила Настеньку печаль по дому. И чудище ей колечко волшебное подарил. Он говорит, захочешь, Домой надень на мизинец и очутишься дома. Но если к восьми часам не вернешься, То с тоски умру я. Вот так-то. О, ну это как-то грустно. Ну ты чего? Ты слушай внимательно. Дальше будет веселее. Не расстраивайся. Хорошо. И вот одела Настенька колечко. И мигом дома очутилась. Там и сестры, и батюшка рады ее видеть. Чудо расчудесное. Она им гостинцев земель привезла чудо-юды. А хитрые сестры, старшая и средняя, Заперли ее и стрелки перевели на часах. А окна закрыли, чтоб не вернулась она обратно. Завидовали они ей жутко, Когда подарки увидали эти. Ух, ну, ну вот такие вот вообще. Так же нельзя. И как такое? Вот мы с братцем вот никогда ничего чужого не брали. Ну, вот, может быть, совсем чуть-чуть. А вот они так нельзя. Вот, правильно, так нельзя. Ну что, тогда давай продолжим. Да, давай продолжим. Но Настеньке надо как-то помочь, Чтобы она к чудо-юде вернулась. О, у меня есть часы. Давай стрелки там переведем. Давай. А ребята нам в этом помогут. Вот они мои часики. Ребята, вы же все знаете, Как любят часики, да? Ну вот, и переведем их на правильное с вами время, Чтобы Настенька точно успела вернуться к чудо-юде. Ой, я прошу прощения. Взрослые, а можете, пожалуйста, встать с лавочек? Тут же много маленьких деток сидят и стоят. Спасибо вам большое. Детишки, присаживайтесь на лавочку. Присаживайтесь, присаживайтесь, не стесняйтесь. Ну-ка. Тут у нас небольшая проблема. Что за проблема, Бэмс? Все циферки перепутались, А некоторые даже отвалились. Тогда нам нужна помощь. Так. Кто у нас хочет там пробовать? Вот ты у нас была, Еще не была солнышко. Вот. Так. Давайте я тогда циферки откреплю. Давай. И еще сейчас одного человечка тебе на помощь дам. Так. А давай я лучше сам буду подходить. Подходите, вы подходите. Оп, оп. Сам будешь подходить? Да. Держи, единичку. А, ну хорошо. Раз ты сам будешь циферки отдавать. Так. Куда нужно единичку поставить? Ух ты, здорово. А? Верно? Единичка верно стоит? А, хорошо. Кому еще? Спасибо большое. Присаживайся. Двенадцать. Где двенадцать должна быть? Где шар? Где двенадцать должна быть? Ребятишки, подсказывайте. Тут. А где самая большая стрелка? Это где? Рядом с единичкой, да? Да. Подсказывай. Вот сюда. Ага. Возвращайся к родителям. Хорошо. Так. А тебе будет... Вот тебе. Цифра шесть. Где цифра шесть должна быть? Маня. О! Молодец. А, это верно? Верно поставил циферку? Да. Ну, как тихо. Ну, как тихо. Ну, конечно, вас. Теперь будет циферка три. Диаша, бери циферку. Где циферка три? Точно здесь должна стоять? Нет. Нет. А где должна циферка три стоять? Здесь должна стоять циферка? Так. Так. Ну, все верно. Право один. Давайте похлопаем. Кто? А теперь вот туда. Циферка... Вот это. Девять. Где должна быть циферка девять? Смотри, у нас есть шестерка. Попробуем почитать от шестерки. Семь. Восемь. Девять. Верно. Верно поставил циферку? Верно поставил. Держи. А тебе циферку семь. Куда поставить циферку? Вот. Верно. Верно поставил циферку? Верно. Хорошо. Тебе будет циферка пять. Пять перед шестеркой? Пять перед шестеркой же стоит? Я не знал. Я просто еще пока четырех считаю. Нет. Так. Тебе будет циферка восемь. Листочек. Какая красивая. Тебе листы. Куда? Сюда, сюда идем. Сюда сюда. Все верно. Верно же? Верно поставил. Смотрите, взрослые, тоже помогайте. Шиферка одиннадцать. Одиннадцать. Идет перед каким числом? Перед десятью. А после одиннадцати что идет? Одиннадцать. Девятнадцать. Одиннадцать идет перед двенадцатью. Да, перед двенадцатью. Держи циферку десять. О, цифер четыре. Одиннадцать. Вот. Парим. И. Ну да, циферку два. После единицы. Так. Правильно? Правильно. И еще одна циферка осталась четыре. Вот. Держи. Так. Скажите, циферблат теперь у нас верно расставлен? Точно? Ой, как вас плохо слышно. А ну-ка давайте погромче. И теперь нужно все вместе перевести часики обратно. В какую это сторону? Это получается вот так? А, верно? Вот сюда это обратно. Да. Да, ну тщательно. Тогда еще пару часов вот так. Вот. Чтоб наверняка успел. Ну что ж, ребята, всем большое спасибо. Давайте похлопаем друг к другу. Теперь с Настенькой все точно будет хорошо. Эй, мы же помогли. Опа. Вот. И я готов. Тогда продолжаем. Вернулась Настенька. Да поздно уже было. Чудо-юдо уже. От тоски совсем не дышит. Жалилась она тогда над ним. Да слезу ему на щеку уронила. И тот же век. Все вокруг затрещало. Заскрипело. Чудище ожил. Да в прекрасного принца превратился. Полюбили они тогда друг друга. А принц оказался заколдованным. Сам он когда-то чужое взял. Вот в чудище и превратился. Конец. Конец. Давайте похлопаем. Скорочка тогда больше. Все хорошо. Подождите. Не-не-не. Я не хочу. Не хочу в чудо-юдо превращаться. Нет. Не хочу. Бэмс, ты чего? Он же превратился, потому что вещь чужую взял. А ты же не брал чужую вещь. Верно, ребята? Он же ничего не брал. Нет. Брал. Прости меня, Валентинка. Я просто хотела сделать братцу подарок. Вот, как ты рассказывала. Такой необычный. Вот, вот и взял. Все хорошо. Я тебе прощаю. Ребята, мы же простим крольчонка. Простим, конечно же. Ты же признался и вернул. Тебе надо было только попросить. И я бы сама тебе подарила его. Ну, подарочек. А давай тогда вместе подарим Дэнсу подарок. Давай. Держи. Я подарю пистолет? Да. Ты подаришь пистолет? Да. А я куколку подарю. Хорошо. Ну, замечательно. Пойдем. Пойдем. Скорее. Подарим ему. Вот. Он очень обрадуется. Конечно, он очень обрадуется. Ну, что ж, ребята, а для вас выступали Бонгс и Валентинка. А вы далеко не расходитесь, потому что у нас еще одна сказка будет. Буквально через минуточек пять. Вот. Ну, вот. А ты испугался, чудэн? Ну, вот. Ну, я же все верну, и я больше так делаю, честно, честно не буду. Я тоже сяду. Просто идите встать.